Здравствуйте! На нашем телеканале пришло время подвести итоги в студии Светланы Кузнецова о самом важном и интересном в итоговом выпуске программы День. Сначала коротко об основных темах. Я гражданин Подмосковья. Под таким названием буквально прогремел молодежный слет в Дмитрском районе. Скоро в школу учителя обсудили задачи на новый учебный год на педагогическом совете. Новый компьютерный томограф установлен в Матищинской городской клинической больнице. Подробности об этих и других темах в материалах наших корреспондентов. К Лену прошло очередное заседание Высшего совета при губернаторе Московской области. Его участники не только вели разговоры о перспективах региона и решали насущные задачи. Первые лица городов и районов Подмосковья начали день с посадки деревьев в Клинском парке. В акции приняли участие и временно исполняющие обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев. Подробности в следующем сюжете. В этот раз местом встречи участников Высшего совета при губернаторе Московской области стал город Клин. До начала совещания, на котором глава региона традиционно ставит задачи руководителям муниципалитетов, состоялся инспекционный тур. Временно исполняющий обязанности губернатора Подмосковья Андрей Воробьев проверил исполнение наказов, данных ранее главе Клинского района Александру Постриганю. В число объектов, которые посетил Высший совет, вошел Клинский парк. Эта зона отдыха сформировалась еще в середине прошлого века. Деревья вдоль реки Сестры тогда сажали комсомольцы. В 90-е годы парк пришел в запустение. И вот сегодня сюда на вновь оборудованные пляжи и спортивные площадки устремились отдыхающие. Вот эта замечательная программа губернаторской парки Подмосковья, для нашего города и, наверное, для всех она как никогда кстати. И вот такой толчок дал, такой импульс, что действительно парк ожил. Теперь клинчане по праву рассчитывают на призовое место в конкурсе парки Подмосковья. Внести лепту в возрождение парка было предложено и участникам Высшего совета. На освобожденной от пыней территории руководителя региона и главы муниципалитетов высадили Клиновую аллею. Приживется, Евгений? Приживется. Специально с комом земли делали. В этом году в области уже посажено 7 миллионов 600 деревьев. Из них 150 тысяч в подобных акциях. Во время прогулки по Клинскому парку, ко временно исполняющему обязанности губернатора Подмосковья Андрею Воробьеву, без стеснения подходили горожане, чтобы поделиться своими мыслями. Мне хотелось бы еще очень хотелось бы, чтобы зимой было побольше трекционных для детишек. На станках, на лыжах. Да, абсолютно. А для этого, я думаю, чтобы было все хорошо освещено. Руководитель региона обратил внимание глав муниципалитетов на то, что надо чаще спрашивать у жителей, чего бы они хотели. Вообще, эта мысль нитью протянулась через те наставления, которые чуть позже участники высшего совета услышали в зале заседания. Совещание началось в обед и продолжилось до позднего вечера. Но прежде всего Андрей Воробьев озвучил три задачи, которые подмосковным городам и районам надо решить в первую очередь. Одна из них – навести порядок в миграционной сфере. Брать пример будем с Чалпана, Павла Ивановича, с Шувалова, Валерия Ивановича. Я к Шувалову ездил на стройки. На стройках работают российские граждане-каменщики. Я с ними здоровался, разговаривал и задавал Шувалову вопрос. Почему работают у вас российские граждане с Павловичем, а в Егорьевском районе каменщики за 43 тысячи работают из-за рубежа? Ответ очень простой – порядок. Руководитель региона призвал участников Высшего совета привлекать в сотрудничество не только правоохранительные органы, но и общественность. Например, жители могут сообщать о появлении в подъезде так называемых резиновых квартир. Также Андрей Воробьев призвал руководителей муниципалитетов обратить внимание на состояние дворов и подъездов. Он поставил задачу систематизировать работу коммунальных служб, а расписание, согласно которому техника будет выходить на уборку территорий, потребовал донести до жителей, чтобы те, в свою очередь, могли контролировать процесс. Не меньше внимания руководитель региона уделил ремонту старых и строительству новых дорог в Подмосковье. С каждым годом промедления сумма, требующаяся на проведение ремонтных и строительных работ, возрастает. Поэтому руководитель региона призвал участников Высшего совета к активным действиям. Надежда Трифонова, Денис Петров, информационная программа «День». В Дмитровском районе 22 августа прошел московский областной молодежный слет «Я гражданин Подмосковья». В нем приняли участие более 12 тысяч самых активных представителей подмосковной молодежи из 72 муниципальных образований. Такой масштабный форум проводится в регионе впервые. Инициатива проведения мероприятия принадлежит временно исполняющему обязанности губернатора Подмосковья Андрею Воробьеву. Слет «Я гражданин Подмосковья» стал аналогом молодежного форума «Селигер». Его программа была очень насыщенная. Круглые столы, спортивные и творческие выступления. Молодежь в Подмосковье активная и талантливая. На основной сцене можно было увидеть показательное выступление победителей областных, всероссийских и международных соревнований. Параллельно действие разворачивалось на тематических площадках. Муниципальное образование Подмосковья представили народные промыслы. На фольклорной площадке шли показательные бои. Историческая реконструкция погрузила участников слета в атмосферу IX-XI веков. Воркаут, граффити, единоборство, стритбол. Под эти и другие занятия, которыми увлечена молодежь, выделили отдельные площадки. Мутищинская делегация была одной из самых многочисленных – около 200 человек. Это самая активная молодежь. Это наше высшее и среднее учебное заведение. Было сегодня очень радостно отметить, что ребята пришли не просто. Были многие директора этих заведений, которые вот эта атмосфера такая молодежная, задорная, завела и вовлекла. Мутищинцы приняли самое активное участие в слете. Поисковый отряд «Исток» представил предметы, найденные во время раскопок. Ребята из дюж по баскетболу показали свое мастерство в стритболе. На слете можно было ознакомиться с журналом мутищинской молодежи «Свежий ветер». Театр «Окно» порадовал зрителей спектакля. Участников слета «Я, гражданин Подмосковья» поприветствовал глава региона Андрей Воробьев. Мне очень приятно сегодня видеть вас всех на этой площади, на выставке, которая проходит рядом. Я очень рассчитываю на вас, я рассчитываю на вашу поддержку, на ваше участие, на ваше неравнодушие. Я хочу пожелать всем хорошего настроения и только ярких побед. Завершился слет церемонии награждения молодых жителей Подмосковья, победителей всероссийских и международных конкурсов и соревнований. Татьяна Захарова, Олег Степанов, информационная программа «День». В информационном агентстве «Интерфак» состоялась пресс-конференция с участием министра транспорта Московской области Александра Зайцева. В ходе встречи были представлены схемы и озвучены планы правительства Подмосковья в части развития высокоскоростных железнодорожных магистралей, скоростного трамвая, наземного метро и других проектов, направленных на увеличение доли пассажирских перевозок. 13 августа 2013 года правительство Московской области утвердило государственную программу «Развитие функционирования дорожно-транспортного комплекса на 2014-2018 годы». На пресс-конференции министр транспорта Подмосковья Александр Зайцев рассказал про подпрограмму проекта. Он отметил основные проблемы, с которыми сталкивается транспортный узел Подмосковья. Пассажирские перевозки в области распределены так. 60% осуществляется автомобильным общественным транспортом, 30% – железнодорожным, чуть больше 5% – наземным электрическим транспортом. В Московской области совершенно очевидно недостаточные провозные и пропускные способности автомобильных дорог на сегодняшний день перегружены на 20%. Не соответствует нормативным требованиям 70% автомобильных дорог. Отсутствуют путепроводы в достаточном количестве, пешеходные переходы в местах пересечения с железной дорогой. Это основные проблемы инфраструктурного и транспортного характера, с которыми сталкивается Москва. В Подмосковье также необходимо не менее 16 транспортно-пересадочных узлов. Это железнодорожные станции, пассажирооборот которых составляет более 5 миллионов человек. Это должны быть полноценные качественные вокзалы, которые будут обеспечивать все возможности пересадки с одного транспорта на другой внутри себя в соответствующих условиях. И тут стоит отметить железнодорожную станцию Мытища, пассажирооборот на которой составляет 16 миллионов человек в год. В сравнении в аэропорту Шереметьево эта цифра составляет чуть более 20 миллионов. Транспортная инфраструктура Мытища испытывает колоссальную нагрузку. Транспортная инфраструктура в Мытище. Естественно, там необходимы дополнительные железнодорожные пути, там необходимы наши наземные, как следствие нашей наземной метро, необходим интервал железной дороги 3-4 минуты и необходимо строительство полноценного качественного вокзала. Будем надеяться, что Мытищинский район войдет в программу и в скором времени эти планы реализуются. Министр транспорта более подробно остановился на подпрограммах проекта. Первый – пассажирский транспорт общего пользования. Здесь планируется развитие автобусных перевозок, железнодорожного транспорта, а именно создание наземного метро. Речь идет о строительстве дополнительных путей 125 километров. Необходимо развивать перехватывающую инфраструктуру. Планируется построить 80 тысяч машиномест и дать возможность автолюбителям пересаживаться на общественный транспорт. Так как более 50% подвижного состава Московской области морально и физически изношено, по этапному обновлению подлежат 2800 единиц. Александр Зайцев остановился и на подпрограмме «Дороги Подмосковья». В том, что касается ремонта региональных дорог, ранее за последние буквально три года было отремонтировано всего 254 километра дорог. Московская область и Главное управление дорожного хозяйства планируют выйти на стабильный и нормативный уровень ремонта дорог на территории Московской области. Это 1300 километров в год. Основной целью программы является повышение доступности и качества транспортных услуг для населения Московского региона. Татьяна Захарова, Олег Степанов, информационная программа «День». Митинг Мытищинского отделения КПРФ прошел на своем традиционном месте у памятника Ленина на Центральной площади. Начало осени обычно связано с активизацией политических партий и общественных организаций. Впрочем, вопросы митинга хорошо и давно известны. Социальные проблемы населения и деятельность строительных компаний, наносящих ущерб жителям соседних домов. Высказаны требования неукоснительного и скорейшего разрешения спорных вопросов. Особое внимание к предстоящим выборам губернатора Подмосковья, с которыми коммунисты связывают определенные надежды. В Малом зале районного дворца культуры Яуза состоялось заседание Ассоциации руководителей организаций Мытищинского района и членов торгово-промышленной палаты. Участники заседания и члены президиума обсудили итоги социально-экономического развития района за прошедшие 6 месяцев текущего года. Подробности в сюжете Алины Мухиной. Началось заседание с отчета министра строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области Марины Оглобленой. Главным вопросом ее доклада стали 16 целевых программ областной думы, охватывающие все сферы жизнедеятельности населения. На сегодняшний день уже рассмотрены программы архитектуры и градостроительства, развитие предпринимательства и промышленности, программа «Эффективная власть», нацеленная на большую открытость и прозрачность действий власти, а также программы образования, здравоохранения, социальной защиты и культуры. Особо важным вопросом для собравшихся в зале руководителей предприятий стала отмена 94-го федерального закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд. Мы с вами понимаем, о чем мы говорим, что 94-е, в первые годы, будучи прогрессивным законом, в последнее время стал, наоборот, тормозом развития для нашей российской промышленности, потому что конкурентные возможности и те ограничения, которые этот 94-й закон налагал, предполагая выбирать победителей только по одному показателю цена. Со следующего года вступает в силу 44-й закон, по которому будут соблюдаться другие правила распределения государственного заказа. Вводится понятие качества и надежности контрагента, свою положительную оценку отмены закона, из-за которого задерживается период размещения заказа и, как следствие, часто отменяются результаты тендера, высказал и глава городского поселения Мутища Александр Казаков. Также им были озвучены планы по пяти новым транспортным проектам, таким как продолжение улицы Троицкая в сторону МКАДа, продолжение Новомутищинского проспекта, проект туннеля с выездом на Ярославское шоссе, соединение улицы Юбилейной с Благовещенской и Организация кругового движения на улице Борисовка. Наиболее актуальные темы для предпринимателей озвучил депутат Московской областной думы Никита Чаплин, рассказав о принятых в 2013 году законах. В первую очередь это закон о государственно-частном партнерстве. Закон разработан в нашем комитете по имущественным отношениям землепользования и природным ресурсом и экологиям. Он позволяет теперь вкладывать деньги абсолютно на законных основаниях, получать участки от государства, получать более быстрые сроки разрешения на ведение тех или иных работ. Также был затронут закон о регулировании земельных отношений в Московской области, по которому был установлен льготный выкуп земли. В свою очередь на заседании был представлен подробный отчет об экономической и демографической ситуации в Мутищинском районе. Были отмечены высокие темпы роста развития потребительского рынка и увеличения рабочих мест в сравнении с прошлым годом. Отчетливо прослеживается позитивная демографическая динамика. В связи с этим была отмечена необходимость увеличения мест в дошкольных учреждениях и ликвидации очередности. Об этом подробно высказался глава Мутищинского района Виктор Азаров. В этом году администрация района обязана построить объекты в дошкольных образовательных учреждениях на 1 миллиард 260 миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году эта цифра была значительно меньше – 270 миллионов рублей. Этот бюджет включает в себя 6 новых детских садов, 4 пристройки, 2 проекта по реконструкции и увеличению мест. Полностью решить проблему с очередностью планируется к 2015 году. Еще одним важным вопросом выступления главы стала организация работы рынков. Для нашего района это особенно актуальная проблема, ведь на территории Мутищинского района было 11 рынков, которые примыкают к Московской кольцевой дороге. На сегодняшний день в результате проверки 5 из них было закрыто. Администрация Мутищинского района планирует и в дальнейшем тщательно отслеживать и контролировать качество их работы. С этого года вступил в силу закон, в соответствии с которым рыночная деятельность может быть осуществлена только в помещениях стационарного типа. В конце заседания руководителям предприятий еще раз напомнили о проходящей в организациях района диспансеризации. Это бесплатная услуга, позволяющая снизить уровень заболеваемости, выявить проблемы со здоровьем на ранней стадии, провести комплексное обследование сотрудников. Начальник управления здравоохранения Владислав Мерзонов призвал руководителей оказать содействие в столь важном мероприятии. Завершилось заседание выступлением начальника управления культуры Игоря Шиповалова, который рассказал собравшимся о готовящемся карнавале воздушных шаров. Совсем скоро на улицах города пройдет масштабное шествие с фигурами, платьями и композициями из воздушных шаров. Руководители организации Мытищинского района получили приглашение поучаствовать в праздничном событии, представив свое предприятие ярким и оригинальным образом. Алина Мухина, Олег Степанов, информационная программа «День». В администрации прошло очередное заседание трехсторонней комиссии. На повестке дня рассмотрение вопросов по задолженностям по выплате заработной платы, а также несоблюдение минимального уровня зарплаты в ряде организаций. Среди организаций, имеющих задолженности, самая плачевная ситуация у компании «Биклининг». Ее сотрудники, доведенные до отчаяния с помощью горячей линии по вопросам трудового законодательства, обратились к главе Мытищинского района Виктору Азарову. По их словам, заработной платы они не видели с февраля 2013 года. В связи с этим были вынуждены уволиться, а вопрос с размещением денежных средств так и остался нерешенным. Представители компании на вопросы членов рабочей группы отвечали довольно абстрактно. Когда и как разрешится сложившаяся ситуация, на данный момент они не могут даже предположить. Такие формулировки не устроили первозаместителя главы Мытищинского района Андрея Чуракова. Люди должны получать деньги согласно договору и штатному расписанию. Вести деятельность подобным образом компаниям непозволительно. Прикрывать их никто не намерен. Со злостными неплательщиками будут разбираться соответствующие органы. По вопросам заработной платы любое юридическое лицо в лице директора и бухгалтера несет ответственность вплоть до уголовной. Поэтому ждать, так скажем, результатов ваших взаимоотношений с заказчиками в данном случае не всегда приходится проще расплатиться и снять с себя всякую ответственность. После длительного обсуждения комиссия вынесла решение обратиться в администрацию городского поселения Мытищи с просьбой разъяснить ситуацию по данной организации. А самой компании нужно готовиться к серьезным разбирательствам. Также целый ряд организаций были приглашены на заседание рабочей группы в связи с тем, что показатели по зарплате у них ниже минимального уровня. Напомним, что по Мытищинскому району эта сумма составляет 13 тысяч рублей. Юлия Французова, Дмитрий Мулько, информационная программа «День». На этой неделе в Малом зале РДКД Яуза состоялось собрание Совета ветеранов Мытищинского района. На заседании подвели итоги работы и обозначили ближайшие планы. С памятной даты окончания Курской битвы ветеранов поздравил председатель общественной районной организации «Ветеран» Борис Феофанов. На собрании побывал и наш корреспондент. Подводя итоги деятельности районной организации «Ветеран» за первое полугодие, Борис Феофанов отметил важность такого направления, как патриотическое воспитание молодежи. Особенно эффективно эту работу проводили в школах района. На заседании обсуждались и проблемы, которые волнуют ветеранов. Они связаны с транспортным обслуживанием, предоставлением услуг ЖКХ, лекарственным обеспечением и медицинским обслуживанием. Заместитель начальника районного управления здравоохранения Алла Каира напомнила собравшимся о проходящей в районе диспансеризации и призвала как можно скорее пройти бесплатное обследование. Если по состоянию здоровья ветеран не сможет посетить поликлинику, его обслужат дома. Для этого необходимо обратиться в управление здравоохранения по телефону 495-586-07-45. Цель диспансеризации – выявить те заболевания, которых мы, в общем-то, и не знаем. И выявить факторы риска, которые способствуют возникновению вот этих вот заболеваний. Заседание включало в себя торжественную часть. В эти дни широко отмечается 70-летие Курской битвы. Сегодня я буду вручать нашим ветеранам, активистам, значки, почетным ветеранам Подмосковья. 20 человек буду вручать им значки. Ветераны Великой Отечественной войны получили поздравления и самые теплые пожелания. Здоровья, здоровья и здоровья. Пусть живут долго. Приближается день района и города Мытищем. Начальник управления по социальной политике Наталья Тер-Григорьян рассказала о наиболее значимых событиях, которые приурочены к празднику. 30 августа состоится открытие детского сада на улице Юбилейной, фонтана на бульваре ветеранов и стадиона Торпеда, который находился на реконструкции. 31 августа праздничные мероприятия начнутся на центральной площади города и продолжатся у Дворца культуры Яуза. А двумя днями раньше в Яузе состоится торжественное собрание. Перед торжественным собранием в 14.00 состоится открытие доски почета, которая у нас находится рядом с администрацией Матищенского района. И все желающие, кто хочет поучаствовать в этом мероприятии, могут туда прийти. Ветераны – самые дорогие гости на любом празднике, и тем более на таком, как День района и города. Ведь они внесли огромный вклад в становление и развитие нашего края. Алина Мухина, Александр Савкин, информационная программа «День». 23 августа – один из самых памятных дней в истории нашей страны. 70 лет со дня окончания важнейшей битвы Великой Отечественной войны – противостоянию на Курской дуге. Курская битва или огненная дуга стала одним из ключевых сражения Второй мировой. Именно после ее завершения стратегическое преимущество перешло на сторону Красной армии. С особой радостью этот день встречают ветераны Курской битвы, для которых сегодняшнее событие сыграло переломную роль в их жизни. Эту хрупкую, энергичную и обаятельную женщину в Матищенском районе знают многие. Профессор по специальности гигиена, автор более 250 статей, обладательница многочисленных наград и медалей, почетный житель Матищенского района. В свои 90-е лет Раиса Алексеевна наполнила свою жизнь столькими знаковыми событиями, что хватило бы ни на одну книгу. Одна из глав этих книг носила бы название «Масштабнейшего сражения Великой Отечественной войны» – Курской битвы. Сегодня, в день 70-летнего юбилея окончания битвы под Курской дугой, Раиса Алексеевна ждет гостей из районной администрации, спешащих поздравить ее с праздником, ставшим уже и ее личным. Здравствуйте, 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 дорогая уважаемая. Добровольно придя на фронт в 18 лет, у нее не было времени осознавать происходящее. В голове пульсировала лишь одна мысль – здесь нужна ее помощь. Оказавшись на санитарной рампе, вместе с другими медсестрами, она ежедневно принимала составы со стекающими кровью ранеными бойцами. Ей пришлось повидать боль, мучения и смерть не одного десятка людей. Но главным подвигом было в столь юном возрасте найти в себе силы, превозмочь страх и лишения. Здравствуйте, Алексей, мы вас любим. У нас замечательный человек, просто замечательный. Какая и есть. Оптимизм и несгибаемая стойкость в любой ситуации – ее кредо. И даже когда каждый день перед глазами смерть, она всегда выбирала жизнь. Я характеризовала бы так, что это был кромешный ад. Но в этом аде надо выжить и помочь бойцам раненым. Даже сквозь года эхо боевых залпов до сих пор звучит в ее воспоминаниях. Ужас тех лет не забыть никогда. И даже во сне к ней приходят страшные картины фронтовых дней. Во сне снится вот этот неуболкаемый грохот, ничем не передаваемый скрежет и склях металла. И все возвращается на круги своя. Это память, такая глубокая память, которую нельзя забыть и вычеркнуть. Как признается сама Раиса Алексеевна, порой ей даже не верится, что все это было с ней. Что она, совсем еще юная девчонка, вместе с такой же молоденькой соратницей, денно и нощно выносила взрослых мужчин на носилках с места сражения. И тут же, как будто стесняясь говорить о своем подвиге, скромно признается, что по-другому просто не могла. А я считаю, что я маленький подвиг. Какой я? Я вам скажу, это маленькая толика, которую я внесла во фронтовое братство. Я прониклась тем, что надо Родину спасать. Чем бы не помочь, ну хоть чем-то помочь Родине. Подвиг у Рязановой в крови. Дочь моряка легендарного крейсера «Варяг», посвятившего всю свою жизнь морской службе, она всегда хотела приносить пользу. И даже после войны продолжила служить на благо людям. Вся жизнь Раисы Алексеевны неразрывно связана с наукой. По специальности врач-лечебник, долгие годы она работала руководителем токсикологической лаборатории. Возглавляла лабораторию медико-биологических проблем Федерального научного центра гигиены имени Эрисмана. Ее вклад в науку высоко ценят коллеги. И вам вот слова благодарности за то, что вы работаете, служите и дальше науке, трудитесь и, ну, прекрасно выглядите, да. Сегодня мы просто будем брать ориентир с вас. Сегодня Раиса Алексеевна – счастливая обладательница большой семьи. Пятеро внуков и трое правнуков не перестают радовать свою знаменитую бабушку, которая не скрывает за них своей гордости. За ее плечами богатая история, пожелтевшие страницы ее жизни, выжженные огнем сражений и промокшие от слез неизбежных потерь. Но у этой книги еще много пустых страниц, которые эта мужественная и сильная женщина без сомнения заполнит новыми главами своей жизни. Так что я еще могу надеяться на большое жизненное кредо. Еще недавно строительная комиссия городского поселения Мытищи на бульваре ветеранов выбирала место для фонтана. И вот уже строительно-монтажные работы завершены на 99%. Когда откроется новая достопримечательность нашего города, узнала Надежда Трифонова. На бульваре ветеранов еще идут строительные работы, пока горожане не могут заглянуть за металлический забор. Но жителям верхних этажей домов, соседствующих с новой зоной отдыха, уже сейчас понятно, каким уютным будет это место. В гранитной чаше диаметром 7 метров блестят на солнце форсунки, установленные по спирали. Я думаю, что в течение двух дней монтаж будет завершен. Соответственно, мы доливаем стенки чаши, льем плиту перекрытия на технические помещения, ставим там, соответственно, люк для последующей эксплуатации фонтанного оборудования, закрываем гранитом, закрываем плиткой. Строителям, занимающимся отделкой чаши фонтана, понадобится еще 2-3 дня, чтобы завершить работу. Сроки устроили членов комиссии инспектирующих объект. Однако предположение о том, что нескрытые водой металлические детали фонтана могут стать приманкой для злоумышленников, заставило всех задуматься. Казаков, Клукин, мы по очереди будем охранять. По 6 часов нормально, Владимир Ильич, да? А нам молоко будет приносить за вредность. И вас тоже возьмем, да. Видимо, объект придется оснащать камерой видеонаблюдения. Работа кипит не только возле фонтана. Параллельно ведется благоустройство прилегающей к нему территории. Рабочие укладывают тротуарную плитку, сажают деревья и кусты. Чуть позже поставят скамейки. А сегодня электрики начнут монтировать фонарные столбы. Мы спланировали другие несколько фонари, но их нужно заказывать. Поэтому поставим временную конструкцию. Тоже красивую, а потом поменяем. Фонтан только готовят к открытию. А начальник городского управления архитектуры Григорий Нигиян напоминает главе поселения Александру Казакову о замысле. Согласно проекту, на бульваре ветеранов должно появиться еще два фонтана. Но художникам, видимо, придется немного подождать. В приоритете благоустройство внутридворовых территорий. Это дорогое, конечно, удовольствие. Поэтому я говорю, давайте мы отдохнем, а через годик где-нибудь в 2015 году сделаем. Ну а там как получится, потому что иногда спонсоры появляются, как вот сейчас Экобазар. Может быть сделаем второй фонтан, а может и два. Но спешить не будем. Уже, мне кажется, этого одного достаточно для жителей окружающих. Начат демонтаж строительного забора. Но в полной мере насладиться зрелищем мытищенцы смогут накануне дня района и города. Струи нового фонтана взметнутся в небо 30 августа. Надежда Трифонова, Денис Петров, информационная программа «День». Одна из главных составляющих лечебного процесса – правильная постановка диагноза. Современным медикам в этом вопросе помогает высокотехнологичное оборудование. Оснащенная продолжает оснащаться ими и Мытищинская городская клиническая больница. Недавно там был установлен новый компьютерный томограф. Чем он отличается от своего предшественника и как поможет врачам лечить пациентов, смотрите в нашем материале. Новый компьютерный томограф начинает работать в Мытищинской городской клинической больнице. В отличие от своего предшественника, он позволит врачам более быстро и более точно ставить диагноз. Оборудование стоимостью несколько десятков миллионов рублей больница смогла приобрести благодаря федеральной программе медмодернизации. В первую очередь томограф поможет врачам регионального сосудистого центра, который был создан несколько лет назад на базе Мытищинской больницы для оказания помощи людям с такими популярными сегодня заболеваниями, как инфаркт и инсульт. Однако новое диагностическое оборудование не зря установили в хирургическом корпусе рядом с отделением реанимации. Томограф будет доступен врачам всех специализаций – и хирургам, и неврологам, и травматологам. Вообще хирургу приятно знать, что его ожидает, когда он в общем-то зайдет в брюшную полость, в грудную клетку, что он там увидит, с какой стороны оперировать череп на предмет гематомы. В больнице уже есть компьютерный томограф. Он стоит в терапевтическом корпусе и предложит свою работу. Но новый аппарат родом из 21 века. В отличие от своего предшественника, он строит изображение не из 16, а из 64 срезов. С этой задачей томограф справляется за 10-12 секунд. Что актуально при исследовании тяжелых больных с большой областью исследования, когда мы смотрим и грудную клетку, и брюшную полость, и пациенту тяжело задержать дыхание. Четкое цветное изображение в формате 3D выводится на монитор компьютера. Вот сердце одного из пациентов. Теперь поставить правильный диагноз врачам стало намного проще. А это ключ скорейшему выздоровлению пациентов. Новый компьютерный томограф, безусловно, упростит и нашу жизнь, и поможет скорейшему выздоровлению наших больных. Однако для работы на такого рода оборудование нужны специальные навыки. Приобрести их мытичинским врачам помогли специалисты из Нидерландов. Теперь в рентгенологическом отделении МГКП есть квалифицированные кадры, но их мало жалуется главный врач Валерий Янин. Поэтому сейчас все силы направлены на то, чтобы привлечь в больницу молодых врачей-рентгенологов и рентген-лаборантов, способных работать с современным диагностическим оборудованием. В настоящее время для нас большая проблема. И пытаемся ее как-то решать, привлекать специалистов из Москвы и из соседних регионов. И повышаем заработную плату, привлекая специалистов. Ведь на новый томограф у врачей МГКБ большие планы. В этом кабинете будут не только проводить обследование пациентов. Под контролем современного томографа предполагается делать так называемые бескровные операции. Надежда Трифонова, Сергей Власов, информационная программа «День». В преддверии нового учебного года на базе 31-й школы прошла традиционная августовская конференция педагогических работников Мытищинского района. Основная тема встречи – подведение итогов за прошедший год. И обсуждение задач на новый. В связи с вступлением в силу новых законов об образовании Российской Федерации. Открывая традиционную августовскую педконференцию, заместитель главы Мытищинского района Елена Стукалова поздравила всех с новым учебным годом и призвала педагогов и дальше стремиться к положительным результатам в работе. Уважаемые коллеги, я желаю на всем удачной работы сегодня. Пользуясь случаем, благодарю за очень неплохие результаты года ушедшего. Ну и, конечно, желаю удачи, здоровья, новых свершений и достижений в наступающем учебном году. Почетный гость конференции, советник первого заместителя председателя правительства Московской области Виктор Щейковский, говоря о результатах системы образования в Мытищинском районе, отдельное внимание уделил дошкольному направлению. Несмотря на непростую ситуацию с детскими садами в целом по Московской области, в нашем районе к решению данной проблемы прикладываются максимальные усилия. Не случайно, в основном, в своем, говорится, программном выступлении исполняющий обязанности губернатора Московской области Д. Юрьевич Воробьев определил дошкольное образование как одно из основных приютных направлений развития Московской области. В ходе доклада Владимир Щейковский отметил, что единый государственный экзамен является основным показателем массового освоения школьной программы и уделил отдельное внимание растущему количеству талантливых детей, призеров и лауреатов различных соревнований. С 1 сентября вступает в силу новый закон об образовании. В нем изменился ряд формулировок. Так, например, термин «общеобразовательное учреждение» заменен на «общеобразовательная организация». Более подробно с нововведениями федерального закона об образовании педагоги ознакомятся на семинарах, которые будут проведены в новом учебном году. Юлия Французова, Алексей Илюшин, информационная программа «День». Театр «Кукол огнива» готовится представить зрителям премьеру. Спектакль «Лысая певица» по пьесе из Жены Ионеско ставит приглашенный из Кишинева режиссер Вячеслав Самбриш. До премьеры еще более двух месяцев, но она уже обещает стать громкой. Сезон закрыт, куклы отдыхают до сентября. На самом деле отдыхают не все куклы, некоторые уже вовсю трудятся и не сходят со сцены. В Театре «Кукол огнива» ждут лысую певицу. Среди этих персонажей лысой певицы нет. Мало того, ее нет и в самой пьесе. Название родилось много лет назад в результате оговорки актера, которая так понравилась автору и Жену Ионеско, что он решил назвать свою пьесу «Лысая певица». Действие разворачивается в английском доме. Две супружеские пары, пожарный и служанка, ведут разговор, который становится все более странным и бессмысленным. Но в самой репетиции ничего необычного нет. По команде режиссера актеры произносят текст и управляют куклами. Наблюдая за процессом, не скажешь, что театр «Огнива» стоит на пороге рискованного эксперимента. Вы знаете, я думаю, что мы сейчас решились на самый большой эксперимент за то время, сколько существует наш театр. Театр абсурда – жанр давно известный, но весьма специфический. Существует мнение, что сделанные в нем пьесы или спектакли могут быть труднодоступными для понимания. И браться за такого рода произведения, конечно, рискованно. Хотя та же лысая певица выдержала огромное количество постановок, правда, в драматических театрах. А, к примеру, в Тюменском театре «Кукол» этот опыт обернулся провалом. Я жду с нетерпением, с огромным волнением, потому что как воспримет его зритель. Но театр – это всегда риск. Риск – попадешь ли ты в цель зрительского внимания, либо пройдет мимо спектакль. Хочется, чтобы оправдать надежды, но и порадовать зрителя новым экспериментом. Режиссер-постановщик спектакля Вячеслав Самбриш рисковать не боится. Он служит в Кишиневском драматическом театре «Ежене-Анеска», где большинство спектаклей поставлены в жанре театра абсурда. Вячеслав хорошо говорит по-русски, но на румынском языке ему изъясняться легче. В роли переводчика выступает ассистент режиссера Андрей Мадан. Почему я выбрал этот текст именно для театра «Ежене-Анеска»? Да, потому что персонажи очень caricатурно выглядят, они очень экспрессивные. Очень экспрессивно, а кукла эта дает. С помощью кукол создатели спектакля хотят донести до зрителя мысли о том, что в современном мире практически отсутствует живое человеческое общение. Люди перестают понимать друг друга. Мы говорим, что общение и в интернете появилось. Другое. Это другое, а имеется в виду межчеловеческое. Взаимопонимание. То есть человек с человеком не через интернет, через сайты, а вот именно живое человеческое общение исчезает. Люди потихоньку забывают, как это должно быть. Для Вячеслава Самбриша очень важно, как воспримут спектакль зрители. Абсолютно. Обязательно. Это в первую очередь. Я врялся, когда есть и Серегасяцкая начали с текстом. Я хочу, чтобы они себя нашли в этом тексте, в этом спектакле. Для меня это очень важно. В спектакле заняты ведущие актеры театра «Кукол огнева», среди которых Наталья Котлерова, Сергей Синёв, Ирина Перчаткина, Александр Едуков. Его премьерный показ должен состояться в начале ноября. Татьяна Короткова, Александр Савкин. Информационная программа «День». 24 и 25 августа на акватории Клязьминского водохранилища проходит грандиозное событие московского яхтинга – чемпионат Москвы в олимпийских, международных и национальных классах яхт. Более ста спортсменов сразятся за титул «Чемпион Москвы» и право включения в сборную команду города Москвы по парусному спорту на 2013-2014 годах. Участники соревнований разыграют 8 комплектов наград в классах яхт – 470 «Фин», «Лазер Стандарт», «Лазер Родиал», 49 «ЕР», «Лучистый Голландец», «Луч», «РСХ». По итогам 15 гонок спортсмены, занявшие первое и второе место в каждом из классов яхт, будут включены в состав сборной города Москвы и отправятся на чемпионат России в город Тольятти. Чемпионат Москвы является итоговым отборочным соревнованием по парусному спорту и проводится с целью популяризации парусного спорта в Москве и Московской области. Для выявления сильнейших спортсменов по парусному спорту включение их в состав сборной команды Москвы. Пропаганда здорового образа жизни. Такова была уходящая неделя глазами наших корреспондентов. А какие новости и эмоции она принесла мытищенцам, узнаем из запроса. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Ребенок ползать начал. В субботу были у нас танцы. В воскресенье были танцы, пляшки в парке. Все замечательно, без приключений. Внутрь на неделю приезжал на побывочку. Вот только освободились от грядок. Поедем в парк сейчас смотреть сухой фонтан. У меня только дачные варианты запомнились и все. Хорошая погода, прекрасное настроение и все. Мы вышли все из отпуска, начали работать, заканчивается ремонт дома. Дети готовятся к школе, к институтам. Мы купили здесь квартиру, вот этим она и заполнилась. Было у меня день рождения. Седьмой-десятый пошел. На море отдохнули, да, загорели. Все нормально, хорошо, как у людей. С друзьями много гулял, весело было. В парке ходили. Хорошей погодой, хорошим настроением. Хорошими людьми, хорошей встречи. Ну и всем побольше позитива.